Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная жена Арчена. Намастай! Арчена — это ясновидящая из Индии. Арчена — это человек, который путем глубоких медитаций получает божественные послания на самые важные темы современности и делится этими посланиями с нами. Сегодня мы поговорим на тему того, кто выживет в новом мире, кто пройдет все испытания, отведенные сейчас человечеству, какими качествами надо обладать, чтобы все это выдержать, что надо предпринять, чтобы все это пройти. А также мы поговорим о том, как такое возможно, что на Земле сейчас творится столько горести, столько бедствий, столько болезней, несчастья, страха, паники. И где же в этом во всем Бог? У многих вот такой вот возникает вопрос, если это все творится, то где же тут Бог? И об этом мы тоже сегодня поговорим. Но прежде чем мы перейдем к теме нашего видео, я в нескольких словах напомню, что YouTube удалил несколько наших предыдущих видео, вынес нам предупреждение за то, что мы говорили вот об этой самой всепланетной заразе, которая шествует сейчас по Земле, и этих укольчиках, которым вас всех принуждают. Поэтому я вынужден был завести наш запасной канал на YouTube и призываю вас подписаться на него для того, чтобы просто не потерять с нами связь в случае с чего. Ссылка на этот канал находится прямо под этим видео. Также я обещал, что рассказ о нашем исцелении с Арченой, о том, как нам удалось полностью исцелиться от затяжного этого трудного заболевания, я размещу именно на новом канале, чтобы не подвергать риску наш основной. И я его действительно там размещу, это видео уже почти готово, но я пока жду, чтобы больше людей подписалось на новый канал, просто для того, чтобы это видео очень важное, очень важное для всего человечества, для всех людей, чтобы оно разошлось более широким кругом. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш новый канал и совсем скоро уже это видео я там размещу. Арчена сейчас уже активно работает со своими заказчиками, заказчицами, те, кто ждет диагностику своей судьбы, те, кто ждет ясновидения, исцеления, уже начали получать от Арчены снова эти услуги. И я знаю, что многие из них очень счастливы. Так что мы продолжим эту работу. А сейчас Арчена сообщит нам то послание, которое она получила сегодня. И начнем мы с вопроса о том, почему столько всего сразу навалилось на людей в одно и то же время. Сейчас происходит огромная проблема в глобальном масштабе. И это, когда я говорю об этом процессе, это подготовка. Подготовка к огромному процессу трансформации, который идет. Если вы посмотрите на природу, как все устроено в природе, то вы увидите, что в природе всегда выживают только сильнейшие. И только те, кто адаптируется, кто учится выживать в экстремальных условиях, только они в конечном итоге выживают. Это четко показывает, что только самые сильные преодолевают все испытания, побеждают и выживают. И как это взаимодействует с тем, что сейчас происходит, это очень глубокую связь имеет. Что имеет место в этом глобальном хаосе? Уже множество людей потеряли жизни, потеряли работу, и огромное количество людей сталкиваются со стрессами в своей ежедневной жизни. И также основная масса людей, которые слишком сфокусированы на материальной жизни, на материальных ценностях. Эти люди все больше и больше оказываются под чарами вот этой матрицы материального мира. И они потеряли веру, они потеряли надежду. И они потеряли сон. Сейчас огромное количество ментальных нарушений, беспокойства. И также это показывает, что проблема, эта ментальная дисгармония, она распространена сейчас по всему миру. Почему люди становятся жертвами всего этого? Ну потому что, во-первых, люди не понимают, как с этим совсем справиться, а во-вторых, сознание просто еще не настолько раскрыто, чтобы понимать все ответы на все вопросы. И основная масса людей, они сталкиваются постоянно в ежедневной жизни со стрессом. Это происходит со здоровьем. Это происходит с экономикой. И также это происходит с бизнесом. Огромное количество людей потеряли деньги, финансы, бизнес. Это аккумулирует очень низкие вибрации, с которыми сталкиваются люди в жизни. И, как я уже сказала, это процесс, который готовит людей к тому, что придет. Люди не должны относиться к этому как к какой-то ерунде, к какой-то простой вещи, которая происходит. И огромное количество людей в этой ситуации, они обвиняют, кто Бога, кто материальный мир во всех этих проблемах. И спрашивают, а где же Бог в этой тьме, почему Бог не помогает? Что я хотела бы сказать в этой ситуации? Бог – это божественный разум. И Бог использует порой даже враждебные сущности для того, чтобы достичь в конечном итоге реализации миссии. Если бы вы увидели это все с божественной высоты, то поняли бы, что это ради благословения людского. И только через глубокий кризис. И только через глубину тьмы. Это помогает душе в конечном итоге пробудиться и встать на новый уровень развития. То есть каждый кризис в конечном итоге приводит к возможности собственного роста. Это вынуждает вас встать на ту территорию, где еще раньше вы не были, то открыть для себя что-то новое, что раньше еще не открыли. И это может быть новым образом жизни, новым образом мысли. И это также может для вас открыть ту силу вас, которая раньше никогда не открывалась. Раскрыть ваши возможности, которые раньше просто спали. И вся эта глобальная боль, этот хаос, который творится сейчас. Это случилось для того, чтобы вы пробудились. И для того, чтобы открылось ваше внутреннее зрение, и вы увидели изнанку вещей. Это очень мощная возможность для вашего личного индивидуального роста. Ну и действительно, дорогие друзья, посмотрите внимательно на свою жизнь. Именно самые большие кризисы, которые были в жизни, именно они заставили расти. Расти и духовно, и физически, и материально через боль. Через боль, к сожалению, только человек начинает пробуждаться. Через самую большую боль. Так было и в моей жизни, так было и в жизни Арчена. И только когда приходит какой-то коллапс, какая-то очень большая боль, очень сильно отчаяние, только это заставляет пробудиться и огромную проводить работу над собой. Так и в глобальном смысле. Вы посмотрите, что творилось на планете. Ведь все эти столетия, последние столетия, единственной целью, провозглашенной человеком, стало материальное обогащение. Ведь вы посмотрите, только одна цель всегда. Экономический рост, улучшение благосостояния, экономический рост, улучшение благосостояния. Чему это привело? Это привело к бесконтрольному совершенно использованию ресурсов планеты, истощению планеты и нарушению нашего климата. И то, что сейчас происходит на Земле, это же все результат деятельности человека, причем в основном деятельности за последние 100 лет. Если бы сейчас планета не заболела таким естественным путем, к чему бы это дальше все могло привести? Только к уничтожению планеты. Значит, кризис единственная возможность остановить людей. Кризис единственная возможность дать людям шанс вырасти, вырасти прежде всего через эту боль, через эти страдания, вырасти духовно и понять, что не только ради материальных ценностей следует жить, а есть гораздо более важные духовные ценности. И научиться действительно перейти в другую эру, переход в другую эру без этой боли, без этих кризисов был бы просто невозможен. И многие сейчас задаются вопросом, но как же так? Как это возможно, что планы вот этих темных сил, они сбываются? То есть те, кто задумывал этот хаос, эту панику на Земле ради контроля над всем человечеством, получается, что вот эта темная сила, вот эта вот узкая группа, прослойка мирового правительства, которые пытаются все контролировать, они что, побеждают? Ведь известно, что они действительно поклоняются сатане, они проводят ритуальные пиршества для сатаны. И получается, что именно они, именно те, кто поклоняются сатане, именно они контролируют этот мир? А где же тогда Бог? Давайте узнаем, что об этом скажет Арченн. Да, да, да. А сейчас это выглядит на Земле, как это секретная социальная, которая пытается контролировать всю жизнь, которая создает всю эту панику, всю эту панику, которая хочет создать людей, как диджитальные славы, которая молитвы за дебилами, которая пытается ритуал, которая расстреляется за дебилами. It looks like their plan became successful, and it looks like it's not God, are they devil controlling this world? What can you say to people about this? The very first thing is that people just believe what they see. Во-первых, надо сказать, что люди, они верят в первую очередь тому, что видят. This is the greatest spell, that's what I've been telling from the very beginning. Но это иллюзия, чары. Это чары, которые заставляют вас видеть то, что вы видите, верить в то, что вы видите. Огромное количество вещей, которые спрятаны за закрытыми дверями. И темные силы, эти стоящие, они огромное давление оказывают на мир, пытаясь заставить его делать то, что они хотят. Глядя на это, действительно, складывается впечатление, что они добиваются своей цели по контролю над людьми. Это то, где как раз божественное вмешательство происходит. Божественно используют этих врагов, эту темную силу для того, чтобы в конечном итоге произошла реализация божественной миссии. И люди через несколько лет еще больше смогут увидеть, и они поймут, что все это в конечном итоге было божественно срежиссировано. Все то, что происходит сейчас в глобальном масштабе, в конечном итоге приведет, будет работать на реализацию именно божественного плана. Даже если это выглядит как огромная проблема из трудностей. Это то, где требуется терпение, проявить терпение, чтобы увидеть в конечном итоге реализацию божественного замысла. Это период, это момент перехода. Тот момент, когда вам нужно быть очень-очень преданными Богу. Момент, где требуется жить полной жизнью именно с Богом. И вашу веру, если она сильна, ничто не поколебает. Даже шторм никакой не сможет поколебать, если ваши корни веры глубоки. Любой шторм – это на время, они проходят. Действительно, они проходят. Если вы вспомните любой кризис в своей жизни, вот просто оглянитесь назад. Были же моменты наверняка, когда жить даже не хотелось, когда было так плохо, так плохо, что казалось, что это уже никак из этого не выбраться и никак не выздороветь от этого. А сейчас вы оглядываетесь в то прошлое и понимаете, что нет, оказывается и выздоровели, и пошли дальше, и стали после этого мудрее и сильнее. Вот я приведу вам пример, который произошел в нашей жизни прямо сейчас. Вот только что, буквально за последний месяц. Те, кто следит за нашим каналом, вы знаете об этой истории. Мы долгое время не могли выздороветь от этой вот заразы всепланетной, и у нас очень долго были последствия. То есть мы первый раз заболели еще в ноябре, а потом это с нами тянулось целых 7 месяцев, этот хвост. Мы все время страдали от него. И я так устал, мы оба так устали, были так измождены, что не можем от этого выздороветь, что однажды ночью я обратился к Богу с очень сильной молитвой, с очень сильной просьбой. Пожалуйста, Боже, избавь нас от этого страдания, от этого страшного заболевания, избавь. Но дело в том, что мы все здесь с вами находимся в материальном мире, и все, что находится в материальном мире, подлежит его физическим законам. То есть даже Бог не может изменить законы, которые Он создал материального мира, и мы все им следуем. Поэтому вот просто так взять и выздороветь от той заразы, которая глубоко укоренилась в нашей крови, в наших органах, было бы невозможно. Но Бог так все срежиссировал, как нам стало ясно только потом. Представляете, в тот же вечер, когда я обратился к Богу с этой сильнейшей просьбой, в тот же вечер наш единственный друг, с которым мы общаемся, нас заразил повторно этой заразой. И мы тогда еще об этом не знали. И вот тебе казалось бы, какая же тут божественная помощь, если на мою мольбу мы получаем повторную болезнь. Вместо этого заболели по новой. Ну где же тут, казалось бы, справедливость? Дальше хуже. Пока три дня был инкубационный период, проходят эти три дня, и вдруг на меня неожиданно с агрессией набрасывается сосед местный, индийц, которого я раньше знать не знал и понятия не имел о нем. И вдруг он набрасывается с агрессией и провоцирует на агрессию меня, и происходит драка, в которой мы оба получаем удары, и которые в результате приводят меня к шишкам-синякам, а Арчену к сильнейшему стрессу. То есть мы еще и попадаем в сильнейший стресс, и на фоне этого стресса, видимо, падает совершенно иммунитет. И если первый раз тогда, в ноябре, мы переболели почти бессимптомно, и у нас иммунитет поэтому не выработался, организм не смог сжечь эту заразу, поэтому она сжила все эти месяцы, то в этот раз у Арчены в тот же день этой драки вдруг как раз инкубационный период подходит, и вспыхивает сильнейшая температура, острая форма заболевания, и она заболевает серьезно, тяжело, казалось бы, хуже некуда. Потом у меня неделю держится еще иммунитет, потом и у меня рушится, и я сваливаюсь с высоченной температурой, и все оказывается просто кошмаром, мы переживаем настоящий ужас, где же тут божественный план, все хуже и хуже и хуже нам становится. И вдруг мы выздоравливаем, когда мы получаем, во-первых, мы получаем от людей знания о том, как это вылечить, об этом я расскажу в нашем видео на другом нашем канале, подписывайтесь на него вот под этим видео. Мы получаем, во-первых, знания, как это вообще вылечить, а во-вторых, благодаря тому, что в этот раз организм на полную мощность врубил все силы защитные, он таки сжег эту заразу, и сжег в том числе тот хвост, который тянулся все эти месяцы. То есть мы действительно в результате выздоравливаем, и только тогда открывается вся глубина, вся широта реализации этого божественного замысла. Почему нам надо было пройти через эти жуткие страдания, чтобы в итоге моя же просьба к Богу реализовалась? Так и с нашим человечеством сейчас происходит вот эта боль, вот эти страдания, вот эти катастрофы, они в конечном итоге приводят людей к очищению и к выздоровлению. В этом и есть высшее понимание замысла Божьего и того, что сейчас творится на земле. Ну что ж, давайте поблагодарим Арчена за это чудесное послание. Спасибо Арчена. Пожалуйста, пишите в комментариях все, что вы думаете об этом. Подписывайтесь на наш канал, поставьте лайк. Не забудьте поделиться этим видео в социальных сетях. И до новых встреч на наших видео! Субтитры сделал DimaTorzok